Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. Студия Александр Новицкий. И Алла Есина. У нас вечер этнических легенд Ведеопольского района. Один князь Игорь Литвинюк назначил своего зама, своего первого заместителя, исполняющего обязанности себя самого. И это тоже Игорь Ильченко теперь. А административный суд Одесской области взял, да и отменил этот легендарный этнос. Что делать, непонятно. О том, что происходит во Ведеопольском районе, поговорим с Юрием Никитинским, депутатом районного совета. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так хорошо начиналось. Чтобы не отвыкать, имя тоже самое подобрали. Чем же вы недовольны, скажите? Тем, о том, что мы не знаем, что у нас дальше будет. Я так понимаю, что может быть просто полный коллапс, если административный суд, апелляционный административный суд, примет решение, которое было принято первой инстанцией, и все-таки отменит назначение Ильченко, Литвиняком. Тогда жители Ведеопольского района останутся без социальных выплат, останутся без зарплат, не будет подготовлен бюджет, и все последствующие отсюда моменты по поводу того, что будет полный коллапс в системе, получается. Простите, значит, только от председателя райгосадминистрации зависят выплаты этих регионов? Это, простите, не государственная программа, это не решение Кабинета министров? Вы поймите правильно, все требует право финансовой подписи. Право финансовой подписи предоставлено сейчас Ильченко, Игорю. Вот и все. Подождите, в случае, если нет руководителя, появляется временно исполняющая обязанность, есть целая процедура, есть заместитель, который занимает эту должность, после того, как уходит. Так Игорь Александрович и есть заступник? Так в чем тогда проблема? Так, если Игорь Александрович Ильченко, если суд его отстранит, точнее, по решению суда, которое было первой инстанцией, то заступников нет. У нас сейчас как раз на телефонной связи Игорь Ильченко, о котором вы говорите, исполняющий обязанности глава Авидеопольской РГА. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, что происходит у вас в Авидеопольском районе? Вот у нас в гостях Юрий Никитинский, наверняка небезызвестный вам, рассказывает о том, что сегодня, по сути, вы не имеете юридического права исполнять обязанности главы РГА, и Авидеополь угрозит просто коллапс социальный. Нет, на самом деле я имею полное право исполнять свои обязанности, потому что меня назначили, и я исполняю свои обязанности. Я прошел повод в кабинете министров, и документы по поводу того, что я исполняю обязанности главы, ушли в администрацию президента. По поводу того, что мое назначение нелегитимное, идет судебное разбирательство, первая инстанция уже прошла, решение не набрало законной силы, поэтому мы готовимся к апелляции, будем отстаивать свои права. Чем вы так не устраиваете депутатский корпус? Ну, я не знаю, что там Юрий сказал по поводу того, что я не устраиваю депутатский корпус, но я думаю, то, что я сумел сделать за два месяца на этой должности, ну, оценим в конце года. И ситуация в районе стабилизируется, и приезд в вице-премьер-министра Кистиона это подтверждает, поэтому трудимся. Всегда будут люди, которые недовольны работой, тем более, когда... Оппозиция должна быть всегда здесь, понятно, она чистит кровь, в общем-то, существующей власти и мешает жить, это нормально. Вопрос такой, скажите, вы сейчас имеете право подписи? Конечно. Я обращаюсь к Юрию Никитинскому. Юрий, что нужно подписать, чтобы коллапса не произошла? Нет, я говорил немножко о другом, я говорил о том, что если суд, все-таки апелляционный, подтвердит первое решение, законность первого решения, то тогда у Игоря Александровича не будет права финансовой подписи, и мы за это не переживаем. А вы в суд подавали? Нет, нет, нет. Вы подавали адвокат, небезызвестный в Одессе, Вадим Аксюта, и вот он как раз обжал... От чего имени? Он от своего имени, потому что он участвовал тоже в конкурсе, там, где участвовал Игорь Александрович. Так, я прошу прощения. Вы сейчас перепутали. По поводу конкурса идет два судебных разбирательства. Судебное разбирательство по поводу того, что я победил на конкурсе, суд первой инстанции признал законным и признал меня победителем. Но точно так же решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, идет апелляционное разбирательство. Поэтому будем смотреть, что скажет апелляция. При этом Национальное агентство воспитания державной службы подтверждает мою законность проведения конкурса и то, что я победил на этом конкурсе. Это первый судебный процесс. Второй судебный процесс по поводу назначения меня предыдущим главой администрации. Вот как раз по этому поводу, если вы позволите, зачитаю цитату. Написано, что административный суд Одесской области отменил распоряжение главы Авидеопольской райгосадминистрации Игоря Литвинюка о назначении Игоря Ильченко своим первым заместителем. Соответствующее решение суда опубликовал юрист Вадим Аксюта. Мы по этому поводу собрались сегодня. Но у меня по праву есть моменты получения решения в 10 дней на обжалование этого решения. Это решение в законную силу не вступило. И я остаюсь исполняющим обязанности главы районной администрации до момента, пока не будет законного решения суда. А я очень сильно надеюсь на то, что в апелляционной инстанции все-таки посмотрят на ситуацию по-другому и дадут другую юридическую оценку тем действиям, которые произошли в момент назначения. Скажите, пожалуйста, Игорь, вы же переживаете за людей, которые живут в Авидеопольском районе? Сто процентов. Именно это я и говорил во время судебного распоряжения, что я принес более 400 распоряжений только кадровых и финансовых, которые касаются тех выплат, которые идут на сегодняшний день в районе. Прекрасно. Подпишите их на всякий случай, а то мало ли, знаете, зима холодная, впереди, а потом уже выясняйте саксютные отношения. Как вам такое предложение? Я говорю, подпишите на всякий случай все, что можно подписать, чтобы люди не остались без финансовой поддержки. Бюджет. Бюджет. Да и бюджет. Вот. Через Никитинский просит еще и бюджет подписать. Не переживайте. Мы сделаем все максимально возможное для того, чтобы принять бюджет 2017 года в том виде, в котором он будет в первую очередь написан для наших людей, для жителей нашего района. Мы сделаем все для того, чтобы не дестабилизировать ситуацию, которая и так очень напряженная. Мы сделаем все возможное, чтобы до начала 2017 года все вопросы, все долги, все выплаты, которые должны пройти, они прошли. И люди 1 января начали новую, скажем так, новую бюджетную жизнь, да и не только бюджетную жизнь. Поэтому всегда я сделаю максимально возможное. Я не переживаю по поводу судов. Я знаю, что я все делаю для людей и все мои действия направлены на то, чтобы решить все проблемы, которые есть в районе. У меня вопрос к Юрию Никитинскому. Вы прямой оппонент бывшего главы РГА Игоря Литвинюкова. У вас и личностный конфликт, и очень много претензий друг к другу. К Игорю Ильченко у вас претензии есть? Нет. Он, в принципе, старается. Видно, что старается, но есть такие, знаете, небольшие нюансы. Он восстановил всех сотрудников, которые Игорь Литвинюков уволил. Он, в принципе, идет на какие-то контакты. Ну, видно, что человек в какой-то степени работает. Но, вы знаете, всегда хочется большего. Ну, как бы, вот непонятно, Игорь, Алексей, Игорь, вот где сегодня бы его не было вроде бы на работе, если я не ошибаюсь? Не сам не трудно, Игорь. Где вы сегодня были? Вряд на больничном. Ну, давайте не будем мы по этому поводу говорить, потому что работа, исполняющая обязанности главы администрации, для того, чтобы у администрации все получалось, и по бюджету в том числе, иногда связано и с областной администрацией, и с другими правоохранительными органами, с теми процессами, которые идут в жизни районной администрации. То есть вы сегодня были в правоохранительных органах, вас вызывали тогда? Почему? Точнее, я не в кабинете, у вас есть мой номер телефона, по-моему, вы можете всегда меня набрать, я вам всегда отвечу по поводу того, где я нахожусь. Я никогда ни от кого не прятался, все люди, которые приходят в неприемные дни, все граждане района, которые приходят ко мне, я всегда их принимаю, и поэтому сказать, что я не работаю, это недостоверная информация. Игорь, у меня последний вопрос буквально к вам. У вашего предшественника Игоря Литвинюка были очень серьезные конфликты с депутатским корпусом районного совета. Удается ли вам находить общий язык? Я думаю, что те действия, которые мы сейчас совместно с депутатским корпусом делаем для того, чтобы стабилизировать ситуацию, говорят о том, что мы все-таки в диалоге с депутатским корпусом. Я надеюсь на то, что все, что говорят депутаты мне в глаза, это не какая-то их игра, и мы все-таки, у нас цель одна. Депутата выбрали люди, я работаю как исполнительная власть для людей, поэтому я думаю, что мы все-таки, у нас больше дружбы, чем нелюбие друг к другу. Я благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Напоминаю, на телефонной связи у нас был Игорь Ильченко, исполняющий обязанности главы Авидеопольской РГА. Еще раз благодарю вас. Возвращаемся. Юрий, если у вас нет претензий к исполняющей обязанности главы Авидеопольской РГА, в чем тогда конфликт в Авидеополе? Я же вам говорю, боязнь только одна, о том, что все-таки вступит решение в силу, и те действия, которые были направлены на подписание распоряжений, на финансовые документы, их может суток и нет. Так организуйте юридическую поддержку. Я предлагал, я предлагал, мы просто прервали связь, я хотел, я предлагал... Вы можете перезвонить ему, всегда он сказал, что он... У вас есть его номер телефона? Да, я с ним беседовал, я предлагал ему о том, что мы можем встретиться, о том, что мы можем переговорить, о том, что мы можем прийти вместе с ним в суд по поводу этого вопроса. Но, вы понимаете, что самое главное? Вот я задал немаловажный вопрос о том, что где он был. Где он был? Да. Он занимается судами, бюджетом не занимается. Он должен сейчас... Скажите, он обязан 24 часа в сутки сидеть в своем кабинете? Нет, 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 нет. Так вот том-то и дело... А как же он может заниматься судами, если он является фигурантом этого дела? Вы понимаете, вот том-то и дело, они его отвлекают. Но это его конституционная обязанность, и ввести на суд, если его вызывают. А он должен ездить по поселковым советам и просить у поселковых советов датировать бюджет. А как же можно будет делать за это замечание? Нет, мы не делаем замечание. Мы просто понимаем о том, что все вот направлено... Мы поддерживаем его. Я... Это совершенно другой человек. Мы даже не можем сопоставить с Литвинюком Игорем Петровичем. Кстати, вы считаете, что господин Литвинюк является инициатором вот этого обратного удара с снятием этого распоряжения? Нет, я думаю, что нет. Ну, в принципе, там можно тоже рассматривать такой вариант. Но когда Игорь пришел, ну, Ильченко... Какой Игорь? Ильченко пришел. Давайте уточнять. Да, он сказал... Он себе другое имя поведет или там? Нет, там такой Игорь... Ну, везде Игорь. Везде просто Игорь присутствует, поэтому... Такая традиция. Да. Выбирает только Игоря, да? Да, да. Значит, понимаете, когда Игорь Ильченко пришел, он просил не сопоставлять его с Литвинюком и просил, что совершенно он другой человек. И, в принципе, я же говорю, он старается, мы видим это. Но вы поймите правильно, кроме старания еще необходимо очень много дел делать. Да, какие-то есть, но, может быть, не хватает опыта, потому что он, ну, как бы, молодой. Может быть, не хватает каких-то других моментов. Но все-таки, я вам говорю, работа та, которая должна идти на 100%, она совершенно не делается. Тогда возникает логичный вопрос, в чем претензии? Претензии только в одном. В том, что сегодня его не было на рабочем месте. Нет, боязнь только за то, что апелляционный суд подтвердит решение первой инстанции. Так, простите, но это не претензия к Игорю Ильченко. А кому? А кому? А кто должен решать? Скажи, ко мне? Он судом должен управлять? Нет, он не должен судом управлять. И влиять на решение суда? Это только лишь последствия неправильного руководства района Литвинюком Игоря Петровича. Так, хорошо, давайте так. Алла, я упрощу задачу. Мы обращаемся к Юрию Никитинскому. Пока ты будешь упрощать задачу, буквально минута информации, только что появилась информация, что по данным полиции, всех нападавших вчера на офис Одесской таможни благополучно отпустили. Слава Богу, я начал волноваться за людей. Не предъявлено подозрения в совершении преступления. Я считаю, что человека держать заперти нельзя. А теперь можешь управлять. У меня последний вопрос, прежде чем мы возьмем руки и расстанемся до следующей, я надеюсь, скорой встречи. Если вы всем довольны и пытались при этом отругать человека, скажите, боюсь предположить, а чем же вы недовольны в настоящий момент в Белеворском районе? Единственное, ну, сложно сказать, чем недоволен. Чем недоволен тем, что Игорь... Апелляционным судом. Ну вот мы переживаем, я же вам говорю еще раз, апелляционный суд, но недовольны только тем, что Игоря Александровича нет на рабочем месте. Где он, никто не знает. Кто-то говорит, что он на больничном. Прости, его каждый день нет на рабочем месте? Ну, вот вчера он был только на полчаса. Все, вот с пятницы после уеха до вице-премьера... Ну, в субботу, воскресенье, выходной день. Понедельник. Не было. Вчера на полчаса. Сегодня его тоже целый день не было. Понимаете? Нет конкретного противостояния. Есть просто позыв на то, что мы переживаем, о том, что если Игорь Ильченко не будет заниматься конкретно работой, той, которой он должен заниматься, то может произойти очень нехорошие последствия. Понимаете? Давайте мы с вами договоримся. Вы все-таки депутат, да? То есть вы не просто человек с улицы. У вас есть прямой телефон исполняющего обязанности главы РГА. Давайте вы вначале между собой выясните, кто где был, а потом мы будем это обсуждать. Я абсолютно с этим согласен. Мы выясняем, но при этом не сказать это в прямом эфире о том, что обратить на это внимание необходимо тоже, чтобы, может быть, областное руководство, может кто-то еще были готовы к тому, что может произойти у нас в Деборском районе. Давайте сделаем так. Получается странная ситуация. Вы довольны работой Игоря Литвинюка? Вы просите областного руководства. Нет, не Литвинюка. У Литвинюка, простите, Ильченко, но просите областное руководство обратить на него в Днем Валере. Давайте так. Если не получится к нему дозвониться, приходите к нам, у нас с ним привас есть. Будем звонить. А нет, я еще хотел уточнить один нюанс. Давайте. Я очень много смотрел дебаты у вас на Думской, и неоднократно звонил Игорю Петровичу Литвинюку, и публично, и в прямых эфирах приглашал его на дебаты. Хотел бы, чтобы Игорь Петрович, если он смотрит эфир, публично, как офицер, я призываю его на дебаты. А вы сами офицер просите? Нет, как его, как офицера, я не офицер. Тогда вы не можете его так просить. Ну, тогда просто как мужчину призываю на дебаты о том, что то, что он натворил в Идепольском районе, я призываю отчитаться за это, и прийти конкретно, и рассказать о том, что он сделал те коллапсы, которые он у нас натворил. Мы вас услышали. Спасибо. Узнаем, услышал ли вас Игорь Литвинюк, я думаю, в ближайшее время. Благодарю, что пришли сегодня к нам. Напоминаю, у нас в гостях был Юрий Никитинский, депутат Авидиопольского районного совета. Прервемся на новостейный дайджест, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин